Здравствуйте! Казахстанская медиа-академия и проекта BroadKZ. Возможно ли снимать кино, имея в своём арсенале всего лишь мобильный телефон? Какой аудитории интересны краткометражные фильмы? С чего начать, чтобы создать свой первый кинофильм? У нас в гостях организатор международного кинофестиваля Mobile Blockbuster Film Festival Митя Байназаров. Митя, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, историю вашего фестиваля, который в этом году пройдёт уже в третий раз. О, история фестиваля началась задолго до 2020 года, когда он непосредственно начал свою жизнь. А началось это буквально, наверное, в 2017 году, когда я снял свою первую короткометражку на мобильный телефон и отправлял на фестивали, соответственно, мобильного кино. И как оказалось, в Казахстане нету фестиваля. В России их было всего, по-моему, две штуки. Был один Белоруссии и остальные – это Италия, Испания и прочие. И как эту брешь не заполнить? Вот, собственно, я её заполнил. Какие темы вы затрагиваете в фестивале и сколько людей принимают в нём участие? О, темы самые актуальные, потому что первый фестиваль мы начали в самый разгар пандемии, когда все находились на локдауне, и, соответственно, все были в масках ходили, и нельзя было по-другому никак из дома выйти. И тему мы взяли «Маски». Но при этом тема была «Маски», но чтобы расширить, чтобы люди могли не только снимать про эти медицинские маски, поэтому можно было «Театральные маски», маски, которые мы играем в жизни, которые мы носим. В общем, вот такая… Сифору масок. Да, да. И второй фестиваль тема была тоже актуальная, потому что как раз было очень популярно снимать видеоклипы в стиле 80-90-х. И я думаю, ну почему бы и не сделать тоже у нас такое же. И сделали «Машина времени», чтобы снимали в стилистике других. А тема третьего сезона – это «Дух свободы». Как раз сейчас, когда мы вот уже начали выходить, когда вышла, наконец-таки, прививка. То есть у вас всегда актуальная тема? Всегда, всегда актуальная. Придумываю эти темы я и жизнь. В фильме могут принимать участие любой желающий? Абсолютно любой желающий. Самое главное, чтобы этому желающему было больше 18 лет возраст. Хотя в первый и второй у нас был парень, которому было 16 лет, но он так хотел участвовать. Он писал мне, он писал еще и Олесе, и на почту фестиваля. В общем, мы сказали «Окей». Юным дарованием всегда у нас дорога, всегда почет. То есть поощрение ее, да? Да. Расскажите, пожалуйста, о жюри фестиваля. В каком формате будет проходить голосование? У нас всегда голосование проходило онлайн в формате. Почему? Потому что тут нельзя было никак выходить. Но в третьем сезоне мы надеемся, что голосование пройдет уже в самом кинотеатре, когда жюри из семи человек, я вам сейчас расскажу, посмотрят работу уже на большом экране и будут обсуждать. В жюри у нас, как правило, входит профессиональный режиссер, профессиональный актер, продюсер и директор кинотеатров в сети, а также из зарубежа гости. Приглашенный. Приглашенный, да. В этом году у нас семь человек. Председателем жюри у нас выбран Алишер Утьев. Это человек, который и режиссер, и сценарист, он молодой, он даже моложе меня. Вот как будто ни был. Но он уже снял очень хорошие популярные сериалы, такие как «Сержант Братан». И сейчас он тоже снимает в данный момент в процессе съемок фильма Нуара. Также у нас входит Гульбахор Хасанова. Вы ее знаете, наверное, да? Конечно. Конечно. Не нуждается в представлении, да. А актриса у нас в этом году замечательная Альмира Турсун, которая играла «Тамирис». А также у нас режиссер из Ирана и видеомейкер из России. То есть жюри разнообразные. И коммерческий директор сети кинотеатров. Да, жюри у вас действительно очень разнообразные и компетентные. Да, компетентные. Все связаны с большим кино. Но при этом им так интересно всем поработать, посмотреть, а что же такое мобильное кино. И они все соглашаются с большим удовольствием, за что им большое спасибо. Конечно. На марке каких телефонов вы обычно… Принимаем, да, работы? Да, принимаете работы и конкурсанты снимают свои фильмы. Вот я обратил внимание, что больше всего все-таки снимают на айфон. Потому что это действительно такой, наверное, самый кинематографичный. Это не реклама, а просто действительно творческие люди почему-то предпочитают именно эту марку телефона. На втором месте по популярности это Samsung. На третьем это Xiaomi, потому что он, в принципе, тоже хорошо снимает и более доступен. А на четвертом и пятом это уже Oppo и Huawei. А вы можете сказать о каких-то преимуществах, допустим? Где-то, может, айфон лучше, где-то Xiaomi, ну что-то… Да. Конечно, по качеству картинки на самом деле не важно, какой телефон. Самое главное, чтобы была идея и сценарий. Но по качеству картинки все-таки айфон лучше. Почему? Потому что там и цветопередача лучше, там и меньше… В общем, он и в темноте хорошо снимает. И звук, наверное, да, как-то? И звук хороший, да. Поэтому… Да что рекламировать? Самое главное, это можно снимать и на Nokia 3310, если там есть камера, а там нет камеры. Самое главное, чтобы был хороший сценарий и интересное видение картинки. И умение снимать, наверное, да? Это приветствуется у нас. Какие темы обычно волнуют создателя мобильного кино? Темы самые разнообразные. К примеру, у нас второй фестиваль стал международным. То есть первый у нас был только локально в Казахстане, а второй у нас уже были работы из всего мира. И, допустим, испанцы, я обратил внимание, что очень любят снимать про еду. У них в каждой работе, даже если это касается насилия или какой-то ужастик, все равно там присутствует еда. Даже в главной роли. У нас один из победителей, это за лучшую режиссуру, получил испанский режиссер Игнасио. Он снял такой трэш-киллер Брауни. А Брауни – это такой пирог, который убивал своего создателя. То есть тема… Да, темы самые разнообразные. Причем, действительно, людей очень много волнует. Это и вопросы свободы, и вопросы какие-то культурные особенности. Например, у нас «Машина времени», были работы из разных городов. И там очень любили снимать какие-то свои достопримечательности. Вот был у нас, по-моему, Петропавловский ретрограмм. Забыл название. Ну, в общем, там вот было как раз дань памяти, дань уважения, точнее, своему городу. Ну, интересно. Митя, вы в начале разговора наш рассказали, что вы снимаете тоже на телефон. Какой опыт вы из этого вынесли? О, опыт колоссальный. Потому что до этого я вообще всегда работал с видео, и так как я сценарист, и поэтому всевозможные продакшены, где действительно снимают профессиональные. А здесь я решил попробовать сам, что мне дал этот опыт. Во-первых, разницы практически никакой нет, за исключением того, что можно благодаря телефону, благодаря его мобильности, какие-то новые планы находить. Допустим, можно положить телефон в холодильник, его открыть, и уже такой интересный. Камеру, допустим, в холодильник уже не положишь, если еще с хорошим объективом. Ну, и в принципе, наверное, больше свободы для творчества, и это своеобразный вызов. То есть, ну, я думаю, что, наверное, это. Новый взгляд. Да, новый взгляд. И опять же, убедить актеров, которые у меня играли, что, несмотря на то, что я их снимаю на мобильный телефон, все-таки это серьезный творческий продукт, и что нужно относиться к этому серьезно. Это тоже важно. Что самое приятное в том, чтобы создавать свой собственный кинофестиваль? О, самое приятное, замечательный вопрос. Самое приятное, это, конечно же, видеть работы участников. Потому что, особенно, когда я понимаю, что эти работы были созданы благодаря фестивалю, когда они снимают именно по этой теме, говорят об этом. Я даже, когда смотрел во втором сезоне фестиваля одну работу, честно, даже немножко прослезился, потому что это было очень трогательно, это было очень искренне. И, ну, в общем, я был тронут. И это самое лучшее во всем этом. То есть, что люди из ничего, вот ничего не было, здесь появился фестиваль и появился творческий продукт. Это чудо какое-то. То есть, есть какие-то результаты? Да, да, да. Эти результаты, они потрясающие. Как вы оцениваете развитие кинематографа в нашей стране? Зачем, так сказать, развивать нашу киноиндустрию, когда есть, допустим, американская? Я думаю, что развивать киноиндустрию и вообще любую индустрию – это хорошо. Тем более, что у нас казахстанская киноиндустрия, она самобытная. И то, что европейцы хотят видеть и не видят в своих фильмах, они увидят у нас. Во-первых, это новые лица. Во-вторых, это потрясающая природа, которой нету даже в Швейцарии. Почему бы ее не снимать? Поэтому я думаю, что вообще казахстанское кино, оно прямо вот не сегодня-завтра в Каннах будет греметь. Благодаря молодым режиссерам, которые приняли участие в мобильном фестивале мобильных блокбастеров. Как вы считаете, какой фильм, какой жанр фильма может представлять Казахстан, ну, как вы сказали, в Каннском кинофестивале? На Каннском. Я думаю, что это, конечно же, драмы. Потому что вот если исходить из истории прошлых лет, допустим, тот же фильм «Айка», за который Самала Слемова взяла пальмовую ветвь, первую в Казахстане. Я думаю, что вот европейцы, они не ожидали, что, о, оказывается, так можно играть, о, оказывается, такие интересные лица есть. И потому что у нас очень, кстати, еще хорошо комедия, конечно, развита, но комедия, насколько я вот смотрю, она больше понятна вот нам. Она такая локальная тема. А все-таки, чтобы делать как Голливуд, то здесь уже нужно чуть-чуть другой подход. У нас его, к сожалению, пока нету. Какие советы вы можете дать начинающим и действующим кинематографистам? Да кто я такой, чтобы давать советы? Но самое главное, наверное, вот честно, мой совет – это любить кино и любить то, что делаешь. Потому что у меня есть небольшой опыт съемок в кино, и многие мои товарищи, друзья, знакомые, они из большого кино. Они пишут сценарии, они снимают фильмы. И я вижу, что не всегда тот же режиссер подходит серьезно к своей работе. Он сидит в телефоне, пока выставляют камеру, допустим. Или актеры, вместо того, чтобы входить в состояние, они могут просто общаться друг с другом, заигрывать, актеры с актрисами. Но вот все-таки творческий процесс и процесс кино – это труд, это работа. И нужно, конечно же, читать больше книг, любую литературу, все-таки это тоже важно, и смотреть хорошее кино. А хорошее кино – это кино, которое снималось лет 50-70 назад, а то и больше. То есть развитие хорошего художественного вкуса и насмотренность фильмов, да? Да, точно. И еще ходить в художественные галереи и смотреть картины, потому что, в принципе, режиссеры, художники уже все показали. Все планы, все голландские планы и прочее – это все взято еще оттуда 300-400 лет назад. Все открыто уже до нас. Да, да, да. Нам осталось только все это открытое взять и использовать в благих целях. И что-то, наверное, принести свое, показать в новом формате. Да, да, да. Митя, я благодарю вас за нашу очень содержательную, интересную беседу. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Удачи вашему фестивалю, побольше новых имен и громких побед. Субтитры сделал DimaTorzok